На минувшей неделе российский рынок сотрясли сразу две новости из кроссоверно-внедорожного мира. Снизу постучался новый G.L. Atlas Pro, который немало удивил нас своей ценой. А вот в верхней лиге прописался Land Cruiser 300, и его-то ценник оказался вполне ожидаем. А вот главной новинкой массового сегмента, как ни странно, будет новейшая Gazelle NN, которую мы подробно изучили и с полным правом можем назвать новым поколением. В России формат универсала, что называется, не зашел. Поэтому из практичных пятидверок мы имеем лишь Kia Ceed да пару лад, Vestu и Largus. А вот европейская публика просто обожает машины такого формата. Поэтому вслед за новым хэтчбэком Peugeot 308 свет увидел универсал. Интерьер обоих 308-х одинаков, но универсалу полагается спинка заднего ряда, разделенная на три, а не на две части. В самом отсеке есть двухуровневый пол и рычажки, которыми можно складывать упомянутые секции дивана. Отдельно обсудим габариты. Колесная база исходного хэтчбэка при смене поколения выросла на 5,5 см, а если сравнивать универсалы, то длина и ширина стали больше на 6,5 см соответственно. В Европе на выбор предложены бензиновая турбо-тройка, четырехцилиндровый турбо-дизель плюс пара гибридов. Правда, бензоэлектрические машины огорчают бензобаками и багажниками заметно меньшего объема. Все 308-е нового поколения будут выпускаться на головном заводе Peugeot во Франции. Вот только хэтчбэк успеет разойтись по дилерам осенью, а универсала придется подождать аж до начала 2022 года. Понятно, что практичную версию Peugeot 308 мы не увидим, как собственно и хэтчбэк Honda Civic нового поколения, ведь японская марка приняла решение покинуть Россию. Но это не повод, чтобы обойти премьеру стороной. От седана хэтч взял почти все, включая размерность колесной базы, оформление передка, схему шасси и многое другое. Так что отличить пятидверку можно лишь сзади. У нее короткая корма, из-за которой общая длина уменьшилась на 15 см. Со сменой поколения багажник сделался объемнее, а особенно вместительным стало подполье. Из любопытного отметим съемный модуль шторки, при том последняя выдвигается слева направо, что довольно необычно. Но это дела хозяйственные, а между тем японцы клянутся, что сотворили самое драйверское поколение модели. Двигатель под стать шасси. Легкий полуторалитровый турбомотор, заимев второй фазовращатель, теперь выдает солидные 180 сил мощности. В Великобритании и Турции Civic больше не выпускают. Так что по всему миру автомобили будут разъезжаться из Японии и США. Собственно, в этих двух странах продажи стартуют первыми. Переходим к новостям российского рынка. Китайская G.L. оказалась первой маркой из массового сегмента, что решилась предложить нам мягкий гибрид. Это будет кроссовер Atlas Pro, то бишь рестайлинговая версия хорошо знакомого всем Атласа. Сам рестайлинг прошел по серьезной программе. К полностью новому передку также предлагается радикально перекроенная корма. Коррекцией подверглись даже форма и проем пятой двери, дабы понизить погрузочную высоту. Салон вообще создан заново, притом китайцы нескромно обещают почти премиальное качество отделки. Создать правильные ощущения помогут атмосферная подсветка, обилие мягкого пластика и другие фетиши, вроде обивки сидений кожзамом. Вдобавок большая перестройка коснулась подвески. Несмотря на прежнюю архитектуру, большая часть элементов шасси пошла под замену. В настройке подвесочного хозяйства инженером Джей Ли ассистировали англичане из именитой компании Lotus. Под капотом новинки скрывается вольвовская турбо-тройка, на которую навешан 48-вольтовый стартер-генератор. Соответственно, под полом багажника упрятана крохотная батарейка на 8 Ач. Электромотор, выдающий 50 ньютон-метров момента, помогает при старте. Правда, из-за возросшей массы гибрид разгоняется, как обычный турбированный Атлас. Зато, благодаря системе старт-стоп, новинка должна оказаться заметно экономичнее. В трансмиссии трудится так называемый мокрый преселективный робот, а система полного привода построена вокруг многодисковой муфты. Для подстройки силового агрегата под характер водителя есть четыре режима, включая спортивный и внедорожный. На старте продаж публике предложат лишь топовые версии, а потому цена несколько шокирует — от 2 миллионов 120 тысяч рублей. Еще 65 тысяч рублей придется доплатить, если возникнет желание получить панорамную крышу. При этом упакован Атлас Про максимально щедро — шесть подушек, виртуальные приборы и продвинутая медиасистема. Не считая системы автоторможения, двухзонного климат-контроля и адаптивного круиз-контроля, отчасти объясняют логику составителей прайс-листов. Дилеры открыли прием заказа в 29 июня, а старт продаж намечен на 2 августа. Прежний Атлас без приставки Про никуда не уходит, но остается без турбодвигателя 1.8, дабы не создавать конкуренцию старшему брату. Любопытно, что разрыв между старым и новым Атласом составляет почти миллион. Двухлитровую атмосферную версию предшественника все еще можно заказать за 1 миллион 400 тысяч. В России стартовал прием заказов на Toyota Land Cruiser 300. Формально 300 оказался всего на 200 тысяч дороже 200-го. Но совершенно понятно, что дилеры захотят заработать на первых тиражах новинки миллиончик-другой, или даже третий, поверх рекомендованных цен. Пока что для заказа доступна только одна модификация, с бензиновым битурбомотором и 10-ступенчатым автоматом. К дилерам живые машины придут под конец августа, а дизельные вообще подоспеют лишь осенью. В базовой комплектации Elegance за неполные 6 миллионов рублей есть электропривод сидения водителя, двухзонный климат-контроль, 9-дюймовый экран медиасистемы, светодиодные фары и блокировка заднего дифференциала. Но сидения, на удивление, имеют тканевую обивку. В исполнении Comfort Plus кресла обшиты кожзамом, оснащены вентиляцией и вообще такой крузак оснащен ощутимо богаче стандартного. А главное, к нему прилагаются передняя блокировка и адаптивная подвеска, ну и ценник почти 7 миллионов. Особняком стоит юбилейная спецсерия, посвященная 70-летию Land Cruiser. Для нее на удивление положен лишь задний дифференциал повышенного трения, зато внутри присутствуют натуральная кожа, огромный тачскрин и премиальная акустика. Напомним, что со сменой поколений Toyota Land Cruiser отказался от моторов V8, перейдя на надувные шестерки. Однако рамная архитектура осталась неизменной, а новая платформа принесла улучшенную эргономику и электронных ассистентов. Это Gazelle NN. И главный вопрос, что же это, действительно новая машина или глубокий рестайлинг предыдущий? Будем разбираться. От Gazelle Next модели NN досталось действительно многое. От кабинного модуля и турбодизеля Cummins до шасси и рамы. Однако перепутать старую и новую машины нельзя, ведь последней полагается модная светодиодная оптика и радикально перекроенное оперение. А вот в кабине новое абсолютно всё. От обивки пола до обивки потолка. И, конечно, совсем другая передняя панель. Причём в ней столько отсеков и ёмкостей, что найдётся место буквально для всего. Кроме панели нельзя не заметить иные кресла. Притом водительское подрессоренное, а пассажирское раскладное. Из средней секции можно соорудить столик. Внутри грузовой отсек вроде бы выглядит как раньше. Но на самом деле кузов стал крепче, дверные проёмы жёстче, плюс появились новые дверные замки и дверные петли. Но всё это владелец Gazelle NN оценит уже в процессе эксплуатации, поняв, что новая машина лучше и надёжнее, чем Gazelle Next. В плане надёжности обещана масса позитивных сдвигов, включая доработанную конструкцию рамы, улучшенную технологию окраски и полностью новое электрохозяйство, построенное на основе коншины. Благодаря последнему Gazelle стала подключаемой. Сейчас за машиной можно следить на маршруте, оценивая расход топлива и тому подобное. А вскоре владелец получит возможность управлять некоторыми функциями удалённо. Сегодня мы имеем только две версии, бортовую и цельнометаллическую, но говорят, что количество модификаций будет расти в геометрической прогрессии. Уже запланированы три варианта полной массы, четыре длины колёсной базы, две высоты крыши и шесть типов кузова, не считая спецтехники. В настоящее время NN оснащается только турбодизелем Cummins, но на подходе новый трёхлитровый мотор UMZ серии EvoTec. У него сразу будет несколько исполнений – бензиновая, метановая и пропан-бутановая. Пока единственная коробка передач – свежая шестиступка, спроектированная и выпускаемая самой группой ГАЗ. Но уже сейчас инженеры работают над установкой автомата. Ещё одна трансмиссионная новость – усиленный задний мост. Продажи машин уже стартовали, причём новинка оказалась всего на 220-250 тысяч дороже, чем предшественница. В базовую версию включена подушка безопасности, круиз-контроль и другие приятности. А в следующем году у Газели предстоит обрасти массы электронных помощников. А для этого – сменить гидравлический усилитель на электрический. Российское представительство концерна Stellantis предложило клиентам новую версию фургонов Peugeot Expert и Citroën Jumpy. С длинной базой и высокой крышей. Известно, что пластиковый колпак будет делать ульяновская фирма «Автодом». Новая крыша увеличивает внутреннюю высоту, благодаря чему объём грузового отсека вырастает почти до 7 кубометров. Правда, задние створки отсека остаются стандартными, дабы сохранить прочностные характеристики несущего кузова. Доплата за более крупный формат составляет около 200 тысяч рублей. При этом заказчику дозволено выбрать стандартное или усиленное шасси, механическую или автоматическую коробку, передний или полный привод. У маленького Peugeot-партнёра свои новости. Так фургончик обзавёлся из-за термической модификации. Она дороже стандартной на 66 тысяч рублей, но позволяет возить охлаждённые или замороженные продукты. В гамму заложены две версии. Первая рассчитана на температурный режим от минус 10 до плюс 12, а вторая — от минус 18 до плюс 12. Они отличаются толщиной теплоизоляции и материалами отделки грузового отсека. Притом холодильная установка — платная опция. Команда «КамАЗ-Мастер» перед стартом ралли-марафона «Шёлковый путь» неожиданно выкатила гоночный грузовик нового поколения. Его главное отличие — кабина серии К5, то бишь перелицованный модуль от Мерседеса «Актрас». Представители прославленного спортивного коллектива подчёркивают, это не новая кабина на старом грузовике, а именно следующая генерация рейдовой техники. Впрочем, подробности последуют позже. В движение «КамАЗ-Мастер» приводит шестицилиндровый 13-литровый турбодизель. Его поставляет китайская компания DCEC. Но после форсировки инженерами «КамАЗа» мотор выдаёт около тысячи лошадиных сил. В трансмиссии трудится автоматическая коробка, так как механика стала менее подходящей для гоночных условий. Семиметровая махина массой 8600 кг умеет разгоняться до 165 км в час. Пилотировать новую машину на «Шёлковом пути» будет действующий чемпион ралли «Дакар» Дмитрий Сотников со своим победным экипажем. Сам марафон стартует 1 июля из Омска, чтобы завершиться 11 июля на просторах Монголии. А ещё «КамАЗовцы» — правда, сам завод, а не гоночная команда — обнародовали фотографии шарнирно-сочленённого самосвала «Геркулес». До этого мы видели лишь скелет гиганта без кузова и кабины. Грузоподъёмность крупногабаритной новинки — 35 тонн. Конструктивно карьерный «КамАЗ» представляет собой последовательный гибрид. То есть дизельный мотор вращает генератор, а тот передаёт энергию тяговому электромотору. В Европе случилась маленькая, но важная революция. С осени 2020 года тамошние власти внезапно разрешили почти на метр увеличить длину кабин бескапотных грузовиков. И первыми свежие правила применили голландцы из относительно маленькой, но очень гордой компании DAF. Так, у DAF-овских кабин нового поколения появился небольшой полукапот. 16-сантиметровая сминаемая зона, повышающая пассивную безопасность грузовика. Плюс носатый передок существенно улучшает аэродинамику, снижая расход топлива. Кроме того, в гамме марки появились модели XG и XG+, у которых задняя стенка кабины отодвинута на 33 сантиметра. Это позволило организовать самый просторный спальник среди всех европейцев, ведь объем кабины составляет рекордные 12,5 кубометров. При таком просторе инженеры смогли разместить внутри полноразмерную кровать длиной 220 и шириной 80 сантиметров. Сам интерьер полностью новый, хотя фирменные особенности выдвижной обеденный столик, масса вещевых отсеков и встроенная бытовая техника сохранились. На рабочем месте водителя появилась цифровая панель приборов и большой тачскрин-медиа-системы. В плане техники заявлены хорошо знакомые перевозчикам двигатели ПАКАР рабочим объемом 11 и 13 литров, а также роботизированные коробки ZF серии Traxxon. В итоге межсервисный интервал теперь составляет фантастические 200 тысяч километров, а расход топлива, в том числе благодаря носатым кабинам, снизился аж на 10%. Запуск серийного производства новинок отложен до конца этого года, так что мы увидим носатые бескапотники не раньше следующего лета.